Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Так как я уже говорила, что у нас льет ливень на улице, буду теперь некоторые видеообзоры делать дома. Потому что томаты созревают, и я боюсь, что потом все сразу не смогу описать, времени не хватит. Так как я сейчас считаю семена для заказов, и так время мало, сегодня вот три сорта сразу вам выложу. Вот это сорт любимый праздник. К сожалению, пачка у меня давно уже утерялась. Вот видите, я сегодня взвешивала с улицы, сняла 535 граммов. Это сорт сибирской селекции, прекрасно растет на улице. Он похож, некоторые плоды вот так вот, как сердцевидные, похож, вот сейчас я описывала, на розовое сердце. Но какие-то у него вот такие сердцевидные, а какие-то вот так просто вытянутые. В описании написано, что плоды почковидной формы. Что это значит, я не знаю. Они, видите, как, вот не похожи на сердце, как бы два сердца сросшихся. Бывают такие, бывают, вот, похожи на розовое сердце, на бычье сердце. Но все они немножко неровные формы, а как вытянутые. Может быть, это и есть почковидная форма. Это среднеранний сорт. И если я вот про розовое сердце сейчас говорила, что это только для теплиц, с длительным, но долго, 135 дней надо ждать, то вот этот любимый праздник, он не такой. Он, во-первых, детерминатный, в отличие от розового сердца. Он заканчивает сам, вершкуется. Во-вторых, у него короче срок вот этот ожидания плодов. И в-третьих, он прекрасно чувствует себя на улице. Если вот это розовое сердце, я говорила, что лучше всего в теплице, на улице не надо садить, то вот этот любимый праздник, он прекрасно чувствует себя на улице. Я вот сняла, видите, градом побила. Я сняла вот эти вот томаты, вот эти именно на улице. Они уже, представьте, такую массу нарастили, сформировали, созрели. Это начало августа. Чтобы вот такая крупная помидорина в Сибири поспела в начале августа, это должен быть именно такой сорт. Вот розовое сердце за это время у нас не поспеет. Вот эти вот громилы, это все с улицы. Я их сняла просто потому, что они побились градом. Я все сегодня поврежденные, хожу и убираю. У меня есть несколько штук в теплице их. Но там я их не выращиваю, потому что смысла нет. Раз они хорошо ведут себя на улице и вызревают, и дают вот такие плоды. Плоды могут быть очень крупные, от 800 до 1,3 кг. Но если вы хотите получить плод рекордсмен в 1,3 кг, даже некоторые 1,4 кг получают, это нужно оставлять один ствол и не 5-6 кистей, а 2 или 3. Некоторые даже оставляют 1 кисть, чтобы вырастить помидорку рекордсмена. Но у меня нет такой цели вырастить рекордсменку. Я просто хочу хорошие, спелые и вкусные плоды получить. Вот средний вес 300-400-500 грамм. Это нормальный вес для таких помидор. Нижние кисти крупнее, вот я уже срывала. Верхние будут немножко мельче-мельче будут идти. И потом в конце будут вот такие. Этот сорт нужно обязательно, но это уже ясно всем, посынковать и подвязывать. Потому что без подвязки томаты в полкило у нас не выдержат куст. Формировать можно в 2-3 стебля, но это зависит от того, какие вы хотите получить томаты. Или очень крупные, или средние, или много, но мельче, или меньше, но крупные. Ясно, что если вы хотите получить здоровые вот такие, вот у меня в 2 стебля. Оставляю 5-6 кистей, этого достаточно. Но вверху мелочи я не выращиваю, потому что у нас в сентябре уже заморозки, их все равно убьет. Лучше получить вот такие качественные крупные томатики. Вот это сорт, любимый праздник. Очень хороший, очень урожайный, для открытого грунта, крупноплодный сорт. Ярко-розовые окраски, будет вот такой вот розовый, густо-розовый, насыщенный цвет. Мясистые, сахаристые, но ясно, что крупный вот такой плод спелый, он не может быть ни кислым, никаким. Но вот сейчас у нас идут дожди, может быть, немного будут водянистые. Но они, кстати, я посмотрела, они даже не трескаются. Другие полупались, а это вот большая, ни одной трещины, ничего. Хороший сорт, рекомендую. Он еще довольно-таки новый, не так давно. Но у меня там где новинка написана в каталоге, это значит, что сорт выведен в последнее десятилетие. Что не старинный сорт, такой как бычье сердце. Вот, пожалуйста, прекрасная замена бычьему сердцу. Неприхотливый, не израстает так пасынками, как бычье сердце. Все, это был краткий видеообзор сорта «Любимый праздник». Все вы его у меня видели на улице, когда я начинаю видеосъемку, обработку, там пасынкование. Где аллея гигантов, он у меня первый посажен слева. Вот вчера показывала там, где дырки продырявились. Это и есть любимый праздник. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Пусть на вашем участке вырастут тоже вот такие красивые, вкусные. Смотрите, какие они, даже на вид вкусные. Очень хорошие помидорки. Это любимый праздник. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok